Если женщина начала принимать терапию до беременности, ни одного ребенка, не зафиксированного, родившегося с ВИЧ-инфекцией. Каждая ВИЧ-положительная девушка, планирующая ребенка, обязательно должна стоять на учете в центре СПИД и принимать антиретровирусную терапию, как минимум за три месяца до беременности. Именно в этом случае вирусная нагрузка снижается, больных детей от ВИЧ-инфицированных родителей становится меньше в разы. Сейчас в мире процент заражения перинатальный, вертикальный путь заражения, то есть от матери к ребеночку, это 0,5-1%. У нас в России это 1,2%. А у нас в Алтайском крае в этом году впервые за наблюдением мам родилось 1% всего детей с ВИЧ-инфекцией. В прошлом году в Алтайском крае от ВИЧ-инфицированных женщин появилось на свет почти 400 малышей. Положительных детей, как уже сказали высшие акушеры-гинекологи, всего 1%. Это примерно 4 малыша. Кстати, сразу после рождения ребенок проходит обследование на ВИЧ-инфекцию. Дети проходят обследование в декретированные сроки и по достижению полутора лет при отсутствии отрицательных результатов на ВИЧ-инфекцию, при отсутствии клинических показаний. Ребенок снимается с диспансерного учета. Более того, маме с ВИЧ-инфекцией запрещено давать грудное молоко малышу. Только искусственное вскармливание, иначе инфекция может проникнуть в организм ребенка. А те малыши, у кого ВИЧ-статус подтвердился, должны стоять на учете в спеццентре. Сейчас в Алтайском крае проживает свыше 17 тысяч человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. В 2020 году положительный статус подтвердился у 1705 человек. Это почти на 500 случаев меньше, чем в 2019. В предыдущие годы, к примеру, в 2016 было выявлено 2700 ВИЧ-зараженных. Таким образом, сегодня можно говорить о стабилизации эпид-обстановки в крае. Большую роль, уверены медики, в решении этой проблемы играет профилактика. Пациент, взятый на эффективную терапию, перестает быть источником для окружающих. То есть это ситуация, когда мы, ну, тот редкий случай, как мы о нем говорим, когда мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. Мы позволяем нашему пациенту продолжать полноценную жизнь, и он перестает быть источником для окружающих. Так вот, вот это направление, как максимально раннее выявление пациентов в популяции и взятие на противовирусную терапию, в том числе отложило отпечаток на ту заболеваемость, которая сейчас складывается. К слову, в Центре профилактики СПИД анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию может пройти любой желающий. Также есть экспресс-тесты. В случае подтверждения диагноза пациента поставят на учет, ему пропишут лекарства, и у него будет возможность прожить долгую, полноценную жизнь и иметь здоровых детей. Татьяна Голубева, Валентина Аскейрова, Андрей Печоркин. День с толком.